Всем привет, это Просто Ремонт, я Ксюша, и сегодня у нас очень необычный выпуск. Мы никогда еще не снимали общественный интерьер и интерьер ресторанов, и вот сегодня именно про это. Не убегайте раньше времени, потому что будет очень интересно и очень полезно, в том числе для людей, которые делают сам себе дизайн. Сейчас объясню почему. Итак, это ресторан «Пицца Суши Вок» где-то по пути из Москвы в Подольск. Мы оставим внизу ссылочку на геоданные, если вдруг вы будете ехать мимо, а мало ли вдруг вы живете где-то тут рядом, заходите, смотрите. И да, это реклама, но реклама не просто так. Этот ресторан на самом деле принадлежит нашим очень хорошим друзьям. Не то, что вот типа, как это в соцсетях обычно пишут, наши хорошие друзья, я их первый раз вижу, а действительно тем друзьям, которых мы знаем еще до того момента, пока мы были блогерами. Что же интересно тут в интерьере? Смотрите, изначально интерьер этого ресторана делал итальянец, прямо самый настоящий итальянец, его звали и зовут Марко. Но он, конечно, может быть и был бы таким вот супер итальянским, если уделить очень тщательное внимание каким-то мелким подборам, одно, второе, третье, качеству материалов, бюджетом и куча всего. Но вы же сами понимаете, что ресторан где-то на пути в Подольск не предполагает каких-то безумных бюджетов и огромных вложений. И так или иначе нужно было сделать достаточно экономно, но в то же самое время эффектно. Если делать вот это все бежевенько-коричневое в бюджетных материалах, вот в таких первых попавшихся, то получится вот такая замечательная коричневая какашка. Этого не хотелось, поэтому в проект вмешалась моя подруга. Она не дизайнер, но она достаточно творчески мыслит. И, кстати, выпуск с обзором ее дома был у нас уже на канале, очень многим он понравился. Но да, были такие комментарии, мол, это нифига не бюджетно. Так вот, вот в этом варианте как раз все достаточно бюджетно. И решения очень многие бюджетные, тут вполне можно взять себе на заметку. Пространство этого интерьера во многом делает вот эта большая стеклянная стена и лестница, которая идет вот таким полукругом. Кажется круто, здорово, но далеко не у всех есть такие лестницы. Дело в том, что у нас в этом ресторане тоже этой лестницы нет. Эта лестница принадлежит не нам. И это такой, знаете, смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, блин, наше окно перегораживает какая-то лестница. Но тут никто не стал по этому поводу прочитать и сделал вид, что как будто бы так это и задумано. И лестница от основного пространства огорожена прозрачной перегородкой. Представьте, если вместо этой перегородки отгородились бы какой-то гипсокартонной стеной, которую бы, да, наверное, попробовали как-то декорировать. Но, блин, этого ощущения бы не было. Съели бы воздух, съели бы пространство, съели бы вот эту вот акцентную, по сути дела, лестницу. В жилых интерьерах, на самом деле, зачастую происходит, по сути дела, все то же самое. Мы берем, что делаем, отрезаем пространство, которое мы можем абсолютно законно забрать себе, отрезаем шторами. Да, это улица, этот вид, это что-то там, нечто принадлежит не нам. Но мы можем прекрасно этот визуал внешний взять и присоединить себе, просто грамотно использовав элементы оформления. При этом, посмотрите, тут у нас нет вида на океан, нет вида на лес, да, вид на самом деле на трассу. Но все равно лучше пространство и вид на трассу, чем мы бы тут отгородились мертвяком, лишь бы только не видеть вот этого вот всего. Воздух — это всегда хорошо. На самом деле, такие примеры мы очень часто видим в зарубежных интерьерах, и мы не понимаем, почему это не используют. Присоединять через стекло то, что принадлежит не вам, хотя бы визуально — это очень хороший дизайнерский прием, пользуйтесь им. Свет — акцентный, привлекающий внимание. Экономное решение, которое, думаю, знакомо многим из вас. Взять просто провода, взять просто патроны и взять какие-то красивые лампочки. Тут, по сути дела, все то же самое, но лампочки не одинаковые, а разные. И при этом тут еще помимо лампочек есть еще и плафоны, да, примерно в том же цветовом решении. Что это дает? Это дает более контрастное разнообразие форм. То есть здесь очень вытянутые лампы, есть прямо такие достаточно крупненькие плафоны, есть плафоны другие, есть другого типа лампы. То есть, когда мы оперируем просто лампочками, да, их достаточно много, но не все плюс-минус похожего размера. Вот, когда мы добавляем плафоны, мы можем сыграть большим контрастом. Плафонов сейчас в таком цвете стекла очень много, поэтому смело вводите и смело мешайте варианты без плафона и с плафоном. Да, кстати, раз уж мы тут, смотрите, мебель, большинство мебели, это стандартная ресторанная мебель, купленная в каких-то специальных магазинах, где покупают мебель для ресторанов. Ничего такого супер необычного вы тут не увидите, да. Почему? Ну, собственно, понятно, потому что интерьер не предполагал каких-то безумно огромных бюджетов. Но вот этот стол, он один, он в центре, он был куплен специально отдельно в магазине. И, кстати, стоил достаточно недорого, он был со скидкой. Я думаю, вы часто видели такие элементы в каких-то даже достаточно дорогих магазинах, когда вот оно что-то стояло, потом оказалось, что это никто не покупает, на него ввели акцию, распродажу, ты смотришь, и вот как раз какой-нибудь один акцентный элемент вот в таких местах очень здорово бывает, можно купить. Вот этот стол, он куплен был отдельно, появился отдельно, и он, по сути дела, делает этот интерьер. Если бы тут стоял не вот этот стол, а просто такой же круглый из магазина для рестораторов, эффект был бы не тот. Но он один, пусть он дороже, и сразу все стало намного круче. В обычных интерьерах все то же самое. Вы можете сделать все достаточно массово, вложиться в какой-то один предмет мебели, и он сразу потянет за собой весь интерьер. Общая стилистика интерьера тут лофт. Тот самый лофт, который часто сейчас говорят, а в моде ли лофт, а не отошел ли он, да, действительно, лофт уже не в моде. Не в моде тот лофт, который не до лофт, который пытались вкрячить в хрущевки, в какие-то изначально не лофтовые пространства. Смотрите, это лофт, это изначально лофт и есть. Это было, ну, по сути дела, да, промышленное помещение. Ну, нет, если уж, конечно, совсем докапываться, наверное, не совсем промышленное, ну, не важно, ну, короче, это бывшая автомойка. Окна — это бывшие въездные ворота, другие окна — это бывшие выездные ворота, и это действительно, да, такое техническое помещение. И после того, как вы переделали, переделали окна, переделали вот эту всю систему вентиляции, инженерию, одно, второе, третье, оно, по сути дела, своих объемов, своей структуры не поменяло. Именно поэтому это все выглядит гармонично. К чему я это? Если у вас изначально общий интерьер был сделан гармонично, в соответствии с пространством, то есть если это у вас действительно лофт, какое-то бывшее промышленное помещение, вы сделали стилистику лофт, если это классика, то есть испокон веков классика, то есть это старый фонд, в котором лепнина сохранилась изначально, все вот эти пространства, пропорции, они изначально классические, то сколько бы времени ни прошло, это всегда будет смотреться актуально и нормально. Плохо смотрится, когда вы пытаетесь пихать классику в хрущевку, либо наоборот, какие-то хрущевские и советские мотивы интерьера, они, кстати, приходят в моду, попытайтесь разместить там, где они совершенно неестественны. Так вот, гармония общего пространства, общей стилистики с историей, с тем, что происходит, это всегда смотрится хорошо и вне времени. Раз уж зашла речь о лофте, кирпичные стены, да, кирпича тут не было изначально, кирпич это декоративный кирпич, но обратите внимание, это не вот тот вот суперсостаренный кирпич, да, вот прямо максимально состаренный, он достаточно лаконичный, и когда пытаются имитировать лофт, очень странно выглядит именно суперсостаренный кирпич, потому что зачастую как раз-таки вот в этих бывших заводских зданиях кирпич такие более аккуратные, более ровные. Посмотрите пример каких-то скандинавских интерьеров, там нигде не будет вот этого самого-самого вот какого-то фактурного кирпича, максимально такого разбитого. Максимально разбитый кирпич не в промышленных помещениях, а в бывшем старом фонде, то есть в переделанных квартирах, каких-то полуразрушенных квартирах. В бывших промышленных помещениях кирпич более вылизанный. И вот за счет того, что декоративный кирпич здесь Не вот этот вот состаренный, а более аккуратный, более вылизанный Не рыжего оттенка, не желтого оттенка, а такого сероватого Он выглядит более естественно Влияет ли это на цену? На самом деле нет Или скорее, если влияет, то в меньшую степень Потому что большим спросом пользуется вот эта вот состаренность Вот эта вот более ровная, гладкая, обычно все игнорируют И на него гораздо чаще бывают скидки Но суть-то в чем? Что все элементы соответствуют общей концепции Они вырваны из контекста Нужен кирпич, выберем самый красивый кирпич Выберем не самый красивый вот в детальках, а выберем самый подходящий кирпич Общее цветовое решение Смотрите, как я говорила в самом начале Если бы это было коричневым на коричневым, с коричневым, припыленное коричневым Это бы выглядело достаточно уныло Поэтому диваны тут появились зеленые И появилось достаточно много желтых акцентов Недорогих желтых акцентов, никаких-то суперэксклюзивных желтых акцентов Это подушки, это бокалы, это какие-то баночки и какие-то разовые элементы Плюс зеленый поддержался и киевским стеллажом То есть абсолютно не эксклюзивный элемент Просто красивого цвета зеленый и киевский стеллаж Все, по сути дела И сразу интерьер выглядит дороже, чем он мог бы быть Не новое, но абсолютно проверенное решение Деревянная стена из ламината Нас часто спрашивают, так можно? Так можно Это нормальное, проверенное, в общем-то, годами решение Достаточно экономичное Она может быть из ламината Она может быть из паркета, если бюджет это предполагает Она может быть из плитки под дерево, если требуется большая далостойкость Короче, имитаций дерева сейчас очень-очень много И деревянные стены, на самом деле, выглядят хорошо, нормально Являются хорошим фоном для всего От телевизоров до каких-то картинок Поэтому смело их делайте в своем интерьере Ну что, смотрите, вот пример интерьера Который мог бы быть совершенно неказистым Но что, казалось бы, ресторан Не в каком-то там супер-топовом месте Да, просто проездной, проходной Для перекуса по пути Стал, в общем-то, максимально дизайнерским И действительно весьма-весьма уютным Будете мимо, проезжайте, обязательно заезжайте Передавайте привет от нас Я думаю, они нас тут запомнят При этом сделан был не каким-то супер-топовым дизайнером Вернее, не так Изначально этот интерьер был сделан супер-топовым дизайнером Тут как раз тот случай Когда обычный человек Просто с очень хорошим вкусом Просто подумав, вдумавшись в какие-то детали Закупив какие-то там не супер-дорогие вещи Где-то со скидкой, где-то в Икеа Переплюнул итальянского дизайнера Поэтому так точно можно И у вас обязательно получится Сделать ваши интерьеры даже без дизайнера Абсолютно потрясающими, крутыми В вашем, даже, возможно, ограниченном бюджете Обязательно посмотрите Машиндом Да, Маша это моя подруга Которая делала дизайн вот этого всего Вот, он очень интересный, очень крутой И вы убедитесь, как идеи какие-то более высокобюджетные Можно переносить на такие помещения Которые нужно просто сделать Просто сделать можно тоже хорошо Увидимся в следующих выпусках Пока-пока Это были одни из наших самых сложных съемок Потому что здесь постоянно пахнет едой И очень хотелось кушать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok